У меня что-то произошло у нас, и вот мы опять взяли себе попугайчика, мама и папа нашего мавиша. Какие красивые! Уютен юзель более мави. Баба у нас, наверное. Сночки. 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 Н Isaac, что маленький. А отлажения. Ух, вы увидите. Сночки, sweetheart. Мавиша. Вот братья и сестры Мавиша. Мавиш улетел у нас, улетел. Я столько плакала. Но что-то старое уходит, новое приходит. Дурачок Мавиш. Смотрите, какие красивые. Мавишики. Мавиш. 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 Дорогие мои друзья, у нас новая птичка. Телефон звонит, аж кем оставил его на свой номер. Сейчас произошло, я не знаю, хорошее это или плохое. Конечно, жалко, что мы потеряли Мавиша. В каком смысле потеряли, мы его забрали. Он так привык к Ялчину сыну, так игрался с ним. Он говорит, я компьютер, он приходил, возле меня сидел. То есть он был постоянно на свободе, он сидел на дне, аж кем взял за эту часть, и эта часть упала, а он с ним там. Он, видно, от страха улетел. Я прямо не могу забыть это. Я побежала по всему двору, мавиш-мавиш, но, к сожалению, его уже нет. Третья птичка у нас так происходит, но что делать? Я настолько расстроилась, настолько расстроился мой муж, что он, когда я искала, искала, вернулась, он говорит, пойдем, говорит, я тебе новую возьму. Я плакала, хотя не сильно так старалась держать в руках, но эмоции взяли свое, да. А вот представляю, как больно этот человек уходит. Тут вроде бы птица полтора месяца, наверное, да, с нами жила. Мы так привыкли, а сейчас это. Ну вот, смотрите, это тоже хорошенький такой. Эндер захотел голубого. Там была голубая самочка и голубой мальчик. Но мы решили выбрать этого. Он такой хороший, знаете, к ручке привыкает, да. Мавиш, Геляшкин, видите, он не боится нас. И продавец сказал, что он привыкнет быстро и начнет разговаривать. Мавиш. Конечно, того жалко, потому что неизвестно, где он сейчас. Может, кому-то, дай бог, чтобы он нашел хорошую семью, лучше, чем мы. Или такие, как мы. Ай, ты такой халюсень. Сделал мне тетю, тетю кусила, потом нормально все. Мавиш. И мой муж сейчас будет с ним обучать ему всему. Конечно, Мавиш для Эндера много чего значил. Ну ничего страшного. Зато вот у нас новый попугай, новая клетка. Все новенькое. Будем начинать новую жизнь, да. А я пошла на кухню разбирать базарные продукты. Эндеры купили вот такую классную адидасовую майку. Такие же, как у меня, кроссовки, видите. Ну, и белая, почти такая. Я очень рада покупками. Вот такая у нас огромная сумка. Мы сегодня сделали покупки. Клубника по 10 лир. Вы понимаете? Это почти бесплатно, я считаю. Вот это вот стоит 11 или 12. Называется тыква. Ой. Какой-то... Я даже не знаю, как она называется. Мне как-то раньше ее угощали, сейчас не помню. Вот такие мандарины взяли без косточек. Вот это взяли. Ну, вы знаете, не знаю сколько. Вот это 15 лир. Огурцы, помидоры мы взяли хорошие. Потому что были и дешевые, но мой муж сказал брать так брать. Бананы. 15 лир килограмм. Груши. 10 лир. Так, мои дорогие, что мы еще купили? Зелени. Зелени я купила. Морковь. Может сделаю себе винегрет. И вот что купили мы. Капусту. 20 лир. Вот такое. Вот это 20 лир. Килограмма, наверное, 4 точно здесь будет. Мне надолго хватит. Борща наварю. Так, мои дорогие. Я немножко, знаете, в стрессе нахожусь после такого события. Когда вы увидите это видео, я не знаю, так как впереди у меня много видео с Анталией. Морковку. Но все равно. Контект я записывала. И вы смотрите, какие огромные брокколи. 7,5. Вы видите? 7,5. Конечно, дают разную ерунду рядом. Но сейчас брокколи сезон. Вот. Эти палки оторву и все. Что тут у меня еще? И вот это 5 лир. Вот, мои дорогие, что мы купили. Сейчас я буду жарить печеночку. Как-то Антоня с мужем покушаем. Все. Приятного аппетита нам. Добрый вечер, друзья мои. Вот такие покупочки мы с мужем сделали. Я вам покажу потом. А сейчас я расскажу вам, что я так соскучилась по приготовлению пищи. За все это время, что решила. Не могу оторваться от моей кухни, любимой. Решила заквасить белую капусту. Здесь я приготовила для себя борщ. Ну, добавила вместо картофеля мерчевик, красную чечевицу. Здесь я приготовила, мой муж попросил мне пататесию. Мы так соскучились по овощным блюдам, потому что там только ели мясо. Здесь у меня картофель с... Ну, здесь у меня не картофель. Здесь у меня, знаете что? Капуста тушеная и лобио. Рецепт ПП. Ну, а здесь у меня рассыпчатый плов. Вот такой ужин сегодня я приготовила. Дождь собирается. Надо мне там снять белье. Я эти два дня стираю, стираю. И никак не настираюсь. Так, мои дорогие, мы ходили в кооператив. Тут такой дешевый магазин. Ну, как я так думаю. И купили все там из кооператива. Это мы взяли соль со скидкой. Мы накупили разных круп. Это мелкий булгур, фасоль, теряную чечевицу. Вот двух видов. Вот такую большую упаковку взяли. Два килограмма булгура для плова. Я взяла себе таких две макарушек. Ну, может, иногда-нибудь покушаю. Два кило взяли вот такого риса для плова. Две пачки таких макарон. И вот макароны разных-разных. Потом мы взяли приправы. Кстати, забыла купить я горошек. Черный перец. Ну, может, этот положить. А может, завтра скажу. Аж кем он купит. Купили мы также упаковку соды. Вот я взяла для себя чай из ромашки. Так, и сколько мы заплатили все-то? 626,60. Также мы купили молоко. Вот такую вот манку. Вот такой вот кофе. И вот такой новый доместос. Вот. Здесь Ашкем сказал, что нужно завернуть фольгой. И так бананы, мол, не созреют. А этот цитрус мы еще не покушали. Ну, конечно, возле меня наш попугайчик Мавиш. Мавиш! Он начал, слава богу, кушать сегодня. И начал хулиганить. Я приготовила салатик. Мы уже перенесли стол на кухню. Мой муж перенес вчера. И так комфортно завтракать. Привыкли же за таким столом сидеть в этом ресторане наверху. Боже, какой это кайф. Обедать. Мне даже во сне сегодня приснился наш ресторан. И сколько дней я была на всем готовом. Кстати, муж мне там купил вот такой вот. Сейчас мои подружки порекомендовали. Крем Биби. Биби называется, девочки. Я никогда не пользовалась тональным кремом. И многие мейкапщики говорят, Ну, рекомендуют это Биби. И вот я решила взять. Кстати, совсем другой вид. Я, кстати, фотографировалась, снималась в черном костюме как-то была. Сделала такой мейкап. Так. Ну, что здесь самое дорогое? Здесь самое дорогое анадолу узманчик. Что это такое анадолу? 65, 63. Наверное, это юмурта, 63 яйца. Остальное все вот со скидками. Со скидками. Папатья. Вы знаете, сколько это? Папатья, Сьюзен. Это чай, 42. А ну, сейчас я посмотрю. Что здесь Папатья? Такое дорогое, 43. Ого-го. Ого-го, да, ого-го. Ну, ничего, какая разница. Это нужно нам было купить. Будем пить чай и лечиться. Вот такой чай стоит ромашки. Да. Папатья стоит 42 лиры. И вот такие цены у нас. А здесь я рецепт привезла из Грузии. Очень. Меня научили, помню, в госпитале. Одна у нас была повариха. И как солить. Сейчас я залила полтора литра кипятка с крупной солью. И жду, когда остынет. И потом залью капусту. И она будет стоять у меня несколько дней. Вот. Именно в этой холодной подсоленной воде. Вот такой рецепт. Очень вкусный. А потом переложу ее в банки через 3 дня. Также залью вот этой жидкостью. И можно кушать. Она всегда такая свежая-присвежая. Ну, все, мои дорогие. Я буду ужинать. У меня скоро вебинар. Наш попугайчик спустя несколько дней уже так привык к нам. Видите? Видите, как он ко мне привык маленький. Он хочет кусять. Где кусять? Кусять? Где кусять? Где? 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 Где мы кусять? Где? Где кушать? Я его кормила с ручки. А ты с ручки хочешь кушать? Мама сейчас тебе покормит. Да, кушать хочет. Сейчас. Сейчас мой мальчик. Сейчас мой попугайчик. Мама тебе снимет. Смотрите, я его с утра накормила, и он уже пришел, и мне показывает, что дай мне покушать. Хватит играть со мной. Милая моя любимая мама. Он уже у нас акклиматизировался. Привык к нам. И мы к ним и тоже. Я сейчас работала, по телефону разговаривала и сидела рядом. Ну, так приятно. Так приятно. Сделала йогу. Он так смотрел на меня. Да, кушай, кушай, маленький. Кушай, мой хорошенький. Ну, не соображает в этих кормушках. Сейчас я его поменять должна все. Почистить. Да, давай. Покушай, покушай. Видите? Пришел и показывает. Дай мне кушать. Вот так вот, мои дорогие друзья. Вот такое чудо. Мы уже хотим этого чуда. А вчера был такой случай. Я была в своем кабинете. Выпускаем мы его постоянно. И он все летает. Ему так трудно летать сейчас. Прямо, видно, сидел он в клетке до с половиной месяца. И так потом в конце старается, старается. Сначала я по телевизору ударялся. Бился. Думал, что куда-то в природу вылетает. И об стенки там. Вчера упал, говорит, сел на диван и свалился. То сел на телевизор и упал за панель туда. Аж как он его вытаскивал. Ну, такой шухарной. Видно, знакомится с миром. И это все ему интересно. И садится, любит на занавесках. Вот у него, не знаю, такие лапы, наверное, 45-й. У Мавиши нашего другого такого что-то не замечала. Я такой размер обуви. А у этого прямо не помещается. Какой смешной. И он у нас, знаете, чем отличается? Он у нас гимнастик. Делает сальто. Делает какие-то трюки. Давай, давай, ешь. Давай, иди. Иди к маме. Иди, иди, иди. И вот, мои дорогие, мой муж сидел, смотрел телевизор и только смотрит, что-то его не видно. Подошел к окну, начал смотреть. Нету ребенка нашего, Мавиши. А, оказывается, он тут услышал шаги. Шаги его. Идет по земле. Он говорит, слушай, ты должен летать, а не ходить. Хорошо, что не раздавил его. Вот такие вот у нас происходят курьезы с нашим попугайчиком. Ну, что, он акклиматизируется со временем. Иди сюда. Иди, иди. Идите. Иди, иди. Давай, 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 давай. Ешка. Е. Вот такие вот дела. Всем привет, мои дорогие. Я сейчас на вебинаре с моими партнерами. Вся в делах. Работаю. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok